Новая волна санкций в отрасли экономики повлияли в первую очередь на сельское хозяйство. Как санкции отразились на объемах и ассортименте продукции крупного регионального производителя молочной продукции фирмы «Сатурн»? Каков выход из кризиса и что изменилось на предприятии, узнавала Альбина Ламкова. Крупный региональный производитель молочной продукции фирма «Сатурн». В ней работает 450 специалистов. Компания на рынке более 25 лет. И накопленный опыт позволяет решать проблемы в любой ситуации. Специфика работы на молочном заводе заключается в том, что процесс прервать нельзя. Обработка и производство молока и молочной продукции ведется в три смены круглосуточно. Поэтому важно подобрать квалифицированную команду. Меня часто спрашивают, в чем секрет вкуса и качества наших продуктов. Я всегда смело могу ответить, что основной секрет – это качественное молоко. И самое большое наше богатство – это люди, которые работают на нашем предприятии, которые честно, добросовестно и ответственно делают свою работу. Молочное производство – это не только получение сырого молока. Это длинный многокомпонентный и технологический процесс. В нем большое количество операций. Каждое утро к заводу подъезжают молоковозы. Привозят молоко с собственной фермы. Стоит отметить, что количество дойных коров увеличивается. Отсюда и высокие надои. Производство молока на племенном предприятии зависит от особого тщательного ухода за животными. На стадии приемки из каждой секции молоковоза берут пробу молока и смотрят на соответствие качеству. Затем его распределяют по цехам в производственной зоне. Весь процесс осуществляется закрытым способом. То есть продукт всегда идет по трубам. Это позволяет добиться большей стерильности, а значит немного продлить срок его хранения. В этой емкости обычное белое молоко превращается в топленое с красивым кремовым оттенком. В результате пастеризации при температуре 95-98 градусов. Томится оно в течение шести часов. Предприятия перерабатывают порядка 70 тонн молока. Процесс производства относительно быстр. Молоко приезжает в молоковозе, а уже через несколько часов его разливают в соответствующую тару. Готовые бутылочки выезжают на ленту контроля качества. Специальные датчики проверяют правильность уровня продукта, правильность угла наклона крышки, наличие посторонних предметов внутри емкости. Для кисломолочных продуктов распаковка не является последней стадией. После нее они должны пройти стадию охлаждения и вызревания уже в таре. Затем его оценивают в лаборатории. Меряем температуру, замеряем три раза каждое номинование, которое у нас есть. Полученное сырье перерабатывают в популярный не только нашим населением продукт. Он поставляется во все регионы Юга России, также востребовано в центральных регионах страны. Чтобы упаковать молоко, сметану, айран, йогурт и всеми полюбившиеся каймаков в индивидуальную упаковку и довести до прилавка магазина, необходимо пройти несколько этапов, в каждом из которых задействованы импортные составляющие. А резкий скачок курса валют осложнил ситуацию. Все это привело к резкому росту цен на сырье и упаковку. Конечно, все это отражается на расходах компании и в ценообразовании. Мы предпринимаем все возможные меры для нивелирования роста цен. Минимизированы расходы, сокращены расходы на продвижение продукции, маркетинг. Осуществляется поиск новых отечественных и надёжных зарубежных партнёров. На данный момент все отрасли производства, в том числе и молочное, ожидают государственную поддержку, что позволит не прерывать планы и проекты производства. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Корчаево, Черкесия, Адыехабльский район.